Чтобы найти зрителей, нужно стримить стабильно. Другого способа набрать аудиторию нет. Неправда. Если стримить 20 дней в месяц, зрителей будет много. Если раз в месяц будет мало, тоже спорно. Есть примеры прикольных спродюсированных шоу на Твиче, которые выходят один раз в неделю и которые собирают охрененные онлайны. Первая тема. Она не 100% подтверждена, но может быть Твиче не будет ее сам подтверждать, но будет ее утилизировать, использовать эту тему. Твиче теперь шэдоу банит. Я вообще, когда давным-давно узнал про концепцию шэдоу банов, я был в восторге. Потому что, как по мне, это прям идеальная такая штука. Идеальное такое чистилище, куда и нужно ссылать троллей. Как работает вообще шэдоу бан? Вообще, в чем суть шэдоу бана? То есть, это теневой бан. Суть его в том, что чувак пишет свои мысли, ну вот, если он тролль, он пишет свою эту желчь, свой токсик изливает на форум, какой-нибудь чат, еще куда-то. Он пишет, он может писать. Но фишка в том, что этого никто не видит. То есть, этого не видят ни модераторы, ни администраторы. Хотя, ну, в принципе, да, на каких-то форумах, может быть, админы это и видят, но и то лучше бы, чтобы это не видел никто. Главное, что это участники дискуссии не видят. Это видит только тролль, и он видит, что на это ноль реакции. А это, на самом деле, самое главное оружие против тролля, это отсутствие реакции. Вот серьезно. То есть, почти любое другое действие, оно будет тролля кормить. То есть, оно, оно будет его прикармливать, да, то есть, если стример, ну, мы тут о стриминге говорим. Если стример будет рейджить, психовать, это вообще потрясающее для тролля. Если стример просто будет злиться и нервничать, это тоже замечательно. Вот, да даже если просто стример будет отвлекаться, это тролли уже порадует любое привлечение внимания. Если же он получает игнор, то, ну, ты, по сути, его обезоруживаешь. Это прям круто. Круто. Это не толерантно. Это, это, это потрясающе. Серьезно, это то, что нужно. Это, это, это просто идеально. Это, знаешь, это как вот, не знаю, это как идеальное такое кармическое наказание. И на твиче сейчас, как вот в этой статье сказано, ребята предполагают, что это тоже заработало. Как работало это раньше? Кто-то у вас появляется в чате и говорит всякие гадости. Как это раньше работало? Ты его тут же банишь, этот чувак создает новый аккаунт и опять постит всякую хрень. Ты его опять банишь. И цикл повторяется вновь и вновь, пока тролль не устает. И теперь система работает иначе. Кто-то показывается в вашем чате и говорит какие-то гадости. Ты его банишь. Он создает новый аккаунт. Постит то же самое. Но не происходит ничего, потому что его сообщение в чате не отображается. Его не видит стример, его не видят модераторы, его не видят зрители этого сообщения. Но тролль, он, он видит свое сообщение в чате. То есть, тут фишка в том, да, что он не понимает, что его забанили. Потому что, ну, сообщения-то отправляются, все нормально. Но реакции на него нету. И у них нету понимания, забанили их, попали ли они вот в этот шэдоу-бан или нет. Просто все уходит вот в эту пустоту. И ребята это подтвердили, протестили это с трех разных аккаунтов. Они вычисляются, вероятнее всего, по айпишке. То есть, если твой один аккаунт забанили, то твои следующие аккаунты будут с шэдоу-забанены. Ну, будут отправлены уже в теневой бан. Ребята пишут про то, что тролль сможет потом сменять айпи, мак-адрес, через впн-ки заходить. Ну, в принципе, да. Но, мне кажется, это очень уже такой прикольный, прикольный способ наказания. Как определяет? Ну, вот, ребята предполагают, что по айпишке. Разбанить-то можно? А зачем? А зачем банить того, кто тебе пишет гадостность с нескольких аккаунтов? Я могу понять, если с одного аккаунта, ну, реально за этим аккаунтом стоит, ну, какой-то чувак. Как-то ты с ним там повздорил, забанил его. Вот, ну, потом как-то этот конфликт разрешили, разбанил, окей. Но у этих-то чуваков зачем? Тролль затроллин, лул. Вот, вот. Затроллить тролля это самое вообще святое. Но стримеру, ну, стример, наверное, в некотором, в некотором роде в уязвимой позиции, да. Потому что он вот, он перед вами, вот он как бы живой. Вот его голос, вот его лицо, вот его жизнь, вот его комната. Да. Вот его чат. Вот его атмосфера, его канала. А вот просто анон, который сидит и все это портит. Многие стримеры бывают, что незаслуженно банят. Чисто стримеру не понравился. Потом извиняешься и просишь разбанить. Это вполне нормально, что стример хочет провести амнистию. Ну да. Ну так пусть твоего мейна и разбанят. В чем проблема? То есть, если бы меня на каком-то интересном мне стриме забанили, я бы не стал создавать новый аккаунт и что-то пытаться. Я бы связался с админами через ВК, через лички Твича, через что угодно, хоть через почту. И пытаешься разрулить конфликт. Вот и все. А зачем эти вторые гнилые аккаунты? Я считаю, что это вообще абсолютно справедливая тема. Мейн аккаунт, он остается в нормальном бане. А твинки улетают в шэдоу бан. Твинки зло. Да. Школа СК2ТВ троллей нас больше ничем не взять. Ну, на самом деле, это тоже такая вот СК2ТВшная тема. Это, опять же, немножко, мне кажется, довело этот сайт. Вот это игровая, игровой шовинизм вот этот. То есть, когда там не признали... Ну, ладно, сайт так называется. СК2, да? Что мы хотим. Ладно, ладно, не будем на этом заострять. Короче, крутая тема. Но, опять же, я бы сказал, что Твичу не очень выгодно, наверное, как-то об этом распространяться. Потому что есть же там тоже... Ну, короче, их техподдержка охренеет это все разбирать. Им проще вот так вот по-тихому пихать в шедоубаны. Короче, официального подтверждения этому нет. Но вот ребята это протестили. И действительно, это таким образом работает. Я только за. Погнали к следующей теме. Британского стримера затроллили доставкой кебабов. Очередное напоминание о том, чем может обернуться излишняя публичность при наличии недоброжелателей. Кстати, тема троллинга продолжается у нас, да? Сегодня. А что это за челик с постов, которого ты чекаешь новости? Не понял, о чем речь. Ну, я с разных сайтов беру. Абсолютно с разных. Сейчас вот ВКшка Donation Alerts. Допустим. Тролли начали спамить доставкой кебабов во время онлайн-трансляции. Вынудив стримера ее закончить. На третьей по счету доставки. И фишка в том, что заказы не были оплачены заранее. И стримеру пришлось их оплачивать. И он начал оповещать все соседние кебабские с района, чтобы мы не доставляли это все дело. Ну, что я могу сказать. Да, это не очень хорошо. Излишняя публичность. Вообще... Ну да, они, получается, указывали... Вообще, он где-то слил свой адрес, да? То есть... Стример сам виноват. Слушай, ну... Если... По-человечески... То... Это, конечно, ну... Как бы ребята творят хрень. Но... Публичные люди, да? Мы, конечно, все... В интернете. Я и вы. И... Ну, здесь немножко свои правила. Здесь такая вот... Своя... Территория. Такие свои тут... Военные действия разворачиваются. В интернетах. Эти... Где войны троллей. Да, получается... Он спалил свой адрес. И на него... Начали заказывать... С оплатой курьеру. Да? Ну... Это правда. Это правда. Взял на себя это. Тогда и нужно меры принимать. Не, ну видишь, опять же... Человеческий фактор, он есть вообще везде и всегда. И в самых там... Ответственнейших... Вообще... Областях. Да? Ну... Где-то... Где-то он мог так спалиться. И что теперь говорить, что... Ну ты же... Сам виноват. Ну, по факту, да, но... Короче, эти чуваки, они будут на костях прыгать. Вот. И я в рамках этого же обсуждения хотел... Тему еды и доставки продолжить. Сейчас почитаем сообщение. Все мы люди, да? Да, вот про это забывать не нужно. Ну, бывает. Вон к... Мел Харукасу полиция зимой приезжала. Кто-то сказал, что он планирует взорвать ТЦ. Он сидел в трусах, играл в Майнкрафт. Ну да. Да. Вот это прям очень такая плохая-плохая история. Эти все... Эти все шутки с полицией. Более... Более в России. Да. Хотя... С другой стороны... То есть это вроде как плохо с человеческой точки зрения. Но это же играет, опять же, на стримера, да? То есть... Вот, бац, ты тут поделился этой новостью. Кто-то еще поделился. Ага. Кто такой Мел Харукас? Бац, бац. Мы это разбирали по поводу Бэтбани, да? Что плохой пиар. Тоже пиар. Такая... Мысль, набившая оскомину, но... Мы в очередной раз постоянно ей убеждаемся. В ее верности. Так. И я... Тему этой доставки еды... Хотел обсудить довольно интересный новый такой донат-сервис. В принципе, может быть, как-нибудь я для прикола и себе это поставлю. Короче... Я, серьезно, я это увидел на стриме у Пула, по-моему. Но уже у некоторых это есть. Стримеру теперь можно донатить едой. Звучит довольно... Довольно интересно. Да. То есть, как это вообще работает? Стример, он указывает то, что он любит в еде. Ну, по сути, определяет рестораны, которые могут ему доставлять еду через зрителей. Из них сайт сформирует персональную витрину подарков. И выглядит это следующим образом. Лучшее новое за сегодня. Донаты едой. Вот, то есть, стример определяет, скажем так, доступные для себя вот эти кафешки. Зритель на этой витрине их видит. И может их заказать. Причем, тот интереснейший твист заключается в том, что стримера об этом никак не оповещают. То есть, он узнает об этом, лишь когда ему звонят в дверь. То есть, это такой очень прикольный интерактивчик. Реклама Додо. Слушай, реклама Додо сейчас вообще везде. Прям они активно за нее взялись, надо сказать. Слушайте, я думаю, это, конечно, особенно актуально для тех, кто стримит по многу часов. Да, да. Как по мне, очень такая приятная штука. Любопытная. Вот. Зритель-савтор твоего контента. То есть, вовлечение. Опять же. На самом деле. Блин. Я вам как стример с многолетним стажем скажу. Что. Стримить голодным. Очень хреново. Потому что. Когда ты голодный. Ты реально, ты думаешь. Ну вот как по потребностям маслоу. Да, ты серьезно. Ты занят не тем, чтобы как-то развлекать зрителей. Там, самому развлекаться. Не каких-то успехов в игре достигать. Ты реально думаешь о жрачке. Серьезно. Ты хочешь поесть. И тебе хочется поскорее стрим закончить и пойти поесть. Вот серьезно. Или поскорее на паузу идти и пойти поесть. То есть, это на самом деле реально довольно актуальная такая проблема для стримера. Это еда. Да. То есть, я недавно смотрел. По-моему. Не помню, как стримера звали. По Таркову, такого бредспортсмерничка, такого плотненького. Он там набирает массу. И он просто фигачит протики. Потому что он говорит, что у меня тупо времени нет там готовить себе мясо. Вот. Я там качаюсь, потом херачу в 8 часов стримлю. То есть, это реально такая проблема. То есть, ну. Ты не можешь оставить стрим. Ты не можешь уйти. Ты реально должен постоянно гриндить. Постоянно вот быть в эфире. Постоянно развлекать. Это, в принципе, не так просто, как кажется. Я вообще, когда хочу есть, ни хрена ничего не могу делать. Да-да-да. Я даже по себе замечал то, что, когда ты перед стримом покушаешь, у тебя он намного лучше проходит. Серьезно, он у тебя намного лучше проходит. Ты как-то прям сам веселее, бодрее. Потому что, вот серьезно, я вот в других сферах своей жизни этого так сильно не замечал. То есть, не знаю, там, ну. Сидишь на работе, да, что-то там делаешь. Ну, пошел, проголодался, поел. Там, не знаю, когда учился. Тоже как-то это не сильно меня беспокоило. В армейке там вообще все по расписанию. А вот на стримах это у меня прям сказывалось. Ну, точнее, я это прям видел, как это сказывалось. И, да, вот еще фишка в том, что ты узнаешь о том, что к тебе пришла еда. Ну, блин, это приятные новости, приятные новости. Кстати, я помню, как-то раз, как-то раз давно, я себе делал донат гол на пиццу. Такая банальность. И, по-моему, кстати, морон мне закидывал, да. Я что-то туда угощался за счет морона пиццулей. Да, сейчас это вот в таком автоматическом режиме сделано. Ну, это прикольно, это прикольно. То есть, зритель твой адрес не видит, да. То есть, зритель никогда не узнает ваш адрес. Ты сам выбираешь несколько пиццерий, там, всякие роллы. Курьеры должны ли оплатить за доставку? Нет. То есть, это все абсолютно, за все платит зритель, но адреса не видит. Прикольно сделано, серьезно. То есть, я не знаю, насколько эта штука популярная, но, как по мне, она очень прикольная. Очень ламповая, милая, интересная. Да, да. Рип поел сегодня перед стримом. Ну, так, чуть-чуть, чуть-чуть. Немножко, немножко. А пойдемте, друзья, с вами дальше, дальше. Пойдемте дальше обсуждать новости. Так, еще одна стриминговая новость. А дальше мы с вами пойдем обсуждать... Геймдев, геймдев. На ТЖ вышла не так давно. Огромнейшая статья. Блин, я такого материала по стримингу не видел давно. Но, на самом деле, она статья такая, немножко для чайников. Ну, потому что уж точно все, кто меня смотрят, там, 70% там этой статьи, они... Ну, она им ничего не скажет. Но это и сайт не профильный, это сайт Денького журналу про деньги, про инвестиции, про профессии, про заработок, про сбережения. Вот. И здесь они поговорили с Петром Сальниковым. Это проект Disgusting Man. Так, и я их большой фанат. Кто не знает, ознакомляйтесь, ознакомляйтесь. Чудесный такой развлекательный ресурс со своим крутейшим подкастом. Вот. Они здесь побеседовали о стримах. О стримах. На самом деле, статейка довольно, как я уже говорил, такая, довольно простая. И, кстати, в некоторых местах она прямо некорректная. То есть, я вот как тот, кто с твичом знаком давно, здесь прямо видел ошибки. Но, тем не менее. Тем не менее. Я здесь хотел внимание заострить. Они здесь обсуждают вообще вводные. Что за стример. Как начать стримить. Что вам нужен компьютер. Там из таких вот комплектующих. Ну, такое. Все довольно простенькое. Вот. Про сетап. Кстати. Кстати, у них вот этот широкоформатник очень приятный. Эти пафосные, пафосные варп кресла. Такое кресло, оно стоит 30 тысяч. И ты его можешь забрендировать. Вы его, наверное, у многих стримеров видели. Оно довольно популярное. Прикольная штука, да. Ты его можешь забрендировать под себя. Кстати, у них есть там интересная опция. Ты когда кастомишь себе это кресло на их сайте. Ты можешь там выбирать вообще детально. Ты можешь выбирать цвет прострочки. Цвет вообще там любых элементов. И ты можешь за 10 тысяч рублей убрать логотип варпа. Прикольная штука, кстати, мне прям понравилась. Вот. Насчет ошибок. Слушай, Моран, честно, я уже не вспомню даже. Но я вот прям, когда читал, вот мне что-то прям жестко резало глаз. Статья на самом деле огромная. Серьезно. То есть, тут материал просто титанический. По стримам я такого подробного разбора не видел вообще, наверное, никогда. То есть, тут прям так вот от Адая. А, естественно, они обсудили заработок. Это всегда интересно. Дискорд скину. Да, 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 скину обязательно. Скинул после стрима. Вот. Они обсуждали хромакей. Кстати, я безумно жду хромакей от NVIDIA, который с помощью вот этих новых видеокарт сможет с помощью этих всяких нейросетей без хромакея делать хромакей. То есть, вот, меня вебка проанализирует и конкретно меня вырежет. И мне не нужно будет заморачиваться с хромакеями. NVIDIA прям затизерила эту функцию. Безумно жду. Так. Так, обсуждают, да, обсуждают качество стрима. Обсуждают необходимые вот эти все элементы. Хромакей, компьютеры. Зачем? Любим шторы. Шторы это бренд стрима. Ладно, ладно. Да нет, на самом деле мне просто ради того, чтобы места побольше. Потому что я бы даже свою вебку бы увеличил. То есть, мне кажется, я немножечко мелковат. У меня и вебочка 720. Старенькая. Да и как-то сильно отжирать фоном тоже не хочется. Так. Погнали. Я сейчас тут про пару моментов из этой статейки хочу заострить ваше внимание. на паре моментов. Вот они обсуждают, как найти нишу и собрать аудиторию. Мы об этом постоянно с вами говорим на нашем шоу. Ну вот. Вот. То есть здесь уже здесь уже, наверное, ошибка. То есть, как-то, ну... Но опять же, они совсем для зрителей, для читателей далеких от стриминга про это все рассказывают. Чтобы найти зрителей, нужно стримить стабильно. Другого способа набрать аудиторию нет. Неправда. Если стримить 20 дней в месяц, зрителей будет много. Если раз в месяц будет мало. Тоже спорно. Есть примеры прикольных спродюсированных шоу на Твиче, которые выходят один раз в неделю и которые собирают охрененные онлайны, англоязычный, из англоязычных такое есть шоу по Dungeons & Dragons. Я сейчас не вспомню название, но они выходят раз в неделю. Они ну, с таким, с каким-то предпродакшеном, то есть с подготовочкой. И они имеют. Они имеют. То есть тут зависит от подхода. Кстати, и сами дисгастинги, они уже начали этому подходу следовать. То есть они стримят пару раз в месяц, но очень что-то крутое. Например, сегодня они стримили на столку Pathfinder вместе с руководителями Owlcat Games. То есть с создателями игры Pathfinder. Мы о ней, кстати, говорили вот в прошлом. на прошлом стриме. Ну, крутейший контент для отвеча. Да и вообще у них на самом деле контента очень много крутейшего. Просто крутейшего. Живую музыку, там концерты живой музыки устраивали. Здесь про деньги. Здесь про деньги пошел разговор. могут себе позволить понять, кто теперь 10 к баксов закинул? Да нет, нет, там все по знакомству, по договоренностям, по партнерским таким отношениям, дружеским. эти чуваки, как бы на само обеспечении, сколько они набегают, столько они заработают, и лишние десятки тысяч баксов у них нету. вот вот это необычные форматы на приличении новой аудитории хорошо работают, окей, да, органика с сайта пришла, рост аудитории канала за год, с августа по октябрь такой провал, да, не занимались. Особые форматы турниров, где, кстати, был вилавгеймс, алинарин, вилсаком, тоже крутая штука. Как продвигать канал, тоже здесь такие довольно базовые советы о рехостах, о рекламе в соцсетях, но на самом деле реклама в соцсетях работает довольно плохо для получения новой аудитории на твиче. Многие эти группы, они все ботами поросли. Но мы это обсуждали, то, что крутая платформа, все люди радуются, идут на нее, делают на ней крутой контент, потом приходят маркетологи и убивают эту платформу. Делают из нее подобие инстаграма, да, где боты общаются с ботами. Сейчас. Так. Вот про заработок. Так, тут сколько зарабатывает ниндзя. В топовые фултаймеры России до 760 тысяч. Так. ну вот здесь они взяли расчет за 3 года. Кстати, тоже довольно прикольная статистика на самом деле. То есть 3 года стримов полтора миллиона донатов у них, да. Опять же, надо учесть, что ну там на их стримах показывались, я думаю, десятки людей, да, то есть это не один какой-то чувак сидит и фигачит. Про коммерческие стримы. Кстати, вот интересная штука, очень интересная штука, сейчас вот на ней хочу внимание заострить. Про коммерческие стримы. и здесь вот совладелец рекламного агентства StreamPub считает, что брендам наиболее интересны стримеры с аудиторией более 20 тысяч уников в месяц и стабильным графиком трансляций. Ну-ка, мы посмотрим, наш герой сегодняшней программы Ammoni подходит. Да, ему точно нужно сделать ник через О. Этот нолик запаришься искать. Так. Ну, здесь есть просмотров 20 тысяч. Да, это не 20 тысяч уников. Там не уточнена платформа. Нет, здесь речь идет о стримах от Twitch. И на самом деле Twitch, он в этом плане хорошо работает. Он работает во многом даже может быть интереснее YouTube. Потому что на Twitch я читал статейку с данными, с статистикой. Среднее время просмотра стрима на Twitch сто 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 восемь минут. Это дохрена. То есть, если ты будешь раз в десять минут, будешь давать рекламу, у тебя будет выскакивать баннер, и одновременно там бот будет спамить ссылочку в чат, и это считать за один импрешн, за один показ, то за сто минут таких ты можешь сделать десять, и это все помножится на количество твоих зрителей. В этом плане вовлечение большой зрителей в Twitch это огромный плюс. на YouTube чтобы из реально охрененного десятиминутного ролика его посмотрело там в среднем пять минут, это нужно постараться. Это и то сложно. На Twitch 108 минут в среднем зритель смотрит трансляцию. То есть, это реально много. Выгодно с большим количеством зрителей? Нет, ну, это естественно, да, да, не без этого. Но суть в том, да, что народ прямо он сидит на Twitch и долго, долго этот контент поглощает. У этого есть, конечно, и обратные стороны. Мы как-нибудь проведем трансляцию по вообще по Twitch по его скажем так слабым сторонам. помимо технических слабых сторон у твича довольно высок... Короче, у твича довольно высокий порог входа. Но это ладно, это мы обсудим как-нибудь потом. на ютюбе ролик лежит и его смотрят очень долго количество времени и в итоге людей больше посмотрят. Ну, тут, тут я даже не знаю, тут, тут спорно, тут спорно. То есть за эти я же тебе говорю, то есть в среднем если тут еще зависит как бы от от вложенного времени, да, то есть ты стримишь долго и соответственно на протяжении всего этого времени да, у тебя вот эти баннеры и вот эти импрессионы крутятся. А на ютюбчике зритель получит, ну, посмотрит пять минуток и получит один импрессион, да, то есть ему один раз покажется эта реклама. А за просмотр, за средний просмотр стрима на Твиче зритель десять раз там столкнется с этим, с этой рекламой. Вообще говорят в маркетинге, что примерно там пять-семь вот таких импрессионов, пять-семь соприкосновений с брендом и пользователь он как бы уже на крючке. И он уже начинает там либо задумываться о покупке, либо там переходит вот по этой ссылке, смотрит, короче, интересуется этой штукой. Ну, вы это и по себе наверняка замечали, то есть ты один раз столкнулся с рекламой да, чего угодно, там, пиццы, ну ладно, проигнорировал. Потом пошел с работы, там видишь, листовки раздают с этой пиццей. Потом приходишь домой, включаешь интернет, там у них акция с World of Warcraft, Орда и Альянс, там, закажи наборы пиццы. И вот таких вот импрессионов накопится, и ты заказываешь. Так, ладно. Стриминг, конкретная игра от рекламного партнера. Один рубль за просмотр. Смотрите, интересно, интересная статистика, кстати, я о ней сам не знал. Дискасс Тимин берут за такие стримы выше среднего по рынку до 150 тысяч рублей. И, кстати, тоже важный момент, что заключаются рекламные контракты официально на ИП, и с них налоги платят. Кстати, донат, он по закону является даром. Да, здесь про это написано. Вот. По закону пожертвование от зрителей это дар. И они налогом не облагаются. Вот такая штука, кстати. Тут очень прикольный кейс о том, что да-да-да, вот это, кстати, очень-очень интересный кейс про партнерские стримы, ну, когда приходит рекламодатель к стримеру и просит его провести трансляцию. Когда выходила Anthem, помните, как она ужасно выходила? На прошлом стриме опять же вспоминали Anthem, и здесь они на старте, естественно, пошли играть в игру, а она не работала. Вот представляете, да, то есть ты рекламируешь свой продукт, ты платишь там деньги стримерам, а у тебя он не работает, да, стримеры в него поиграть не могут. Это, конечно, да, но Anthem это отдельная песня. Вот. Был стрим у них по игре Anthem, у них игра не запустилась, они немного поиграли, показали зрителям небольшую часть контента, а затем Anthem перестала работать. Но в итоге Петр рассказывал зрителям о своих впечатлениях с презентацией в Лондоне. Вот. При этом стрим смотрела пара тысяч, и это был один из самых богатых на донаты эфиров. Ситуация была во всех смыслах ненормальная и комичная, но с этой стороны все коммерческие обязательства команда выполнила и получила от партнера полноценную компенсацию. То есть им все равно заплатили. я помню, если я правильно помню, We Love Games он очень тоже прикольно сделал. Кстати, вот очень грамотно. Чувак, конечно, безумно в этом всем сечет. На него стоит в этом плане ориентироваться, конечно, многим. Он, я помню, запускал на стриме свои записи, свои футажи Anthem'а, которые он получил там на пресс-показах и комментировал. Ну, а что, для зрителя это, кстати, такой же экспириенс, да, он смотрит на игру, смотрит на своего любимого стримера, все круто. Так, здесь про развитие стримера они рассказали. О том, что общий канал кооперируется с коллегами по цеху. Не знаю, мне лично никогда эта идея не нравилась. То есть конкретно с кем-то делить свой канал. То есть мне кажется лучше быть единоличным ведущим, но иметь команду помощников, то есть которые смогут тебе за денежку монтировать, наполнять соцсеточки, резать на YouTube. На самом деле тут ничего такого страшного-то нету. Ничего сложного нету. ты отстримил, ты час допустим интересный выделил из своего стрима залил на YouTube, минуту из этого часа интересного залил на Instagram, не знаю, 30 секунд под музыку залил на TikTok, и это все, ну короче, в идеале нужно делать так, да, в идеале нужно раскручиваться так, то есть вот эти, как раз вот вопрос вот этих impression, да, то есть народ будет тебя видеть, ты будешь мелькать, народ будет тебе приходить. Донни, привет, о чем дискуссия? У нас сейчас блог стримерский, мы обсуждаем статейку, в которой читатели знакомят вообще с миром стриминга, она для нас во многом капитанская, ну вот тут есть свои тоже такие инсайты интересные, ну а в целом мы вот на моих таких шоу за индустрия мы обсуждаем стримеров, мы уже успели разобрать на прошлом стриме меня, начал я с себя, сегодня разобрали стримера Ammoni, в перспективе буду приглашать на беседу стримеров, думаю это будет намного интереснее, да, то есть не только с моей стороны, а послушать еще вот ребят тоже, который в этих траншеях рядом со мной, мы обсуждаем новости стриминга, то есть то, что я найду интересным, мы обсуждаем новости геймдева, да, то есть вот две такие я выделил для себя темы, это стриминг и геймдев, они в принципе между собой тоже пересекаются часто, я возможно еще сделаю какой-то какую-то рубрику с таким лайфстайлом, где можно пообсуждать там либо кино, либо еще что-то, какие-то впечатления, так, чтобы разбавить народ для себя тоже что-то интересное выделил, мы вот в прошлый раз обсуждали в конце Оскар Оскар и то, насколько как-то так слабенько отработала российская трансляция Оскара вот, в принципе наверное все я эту статей куда в дискорд скину можно будет по читать давайте переходим к следующему блоку сейчас мы с вами друзья обсудим игровую индустрию да да так перед этим перед этим я схожу за напитком ребят честно говорю много горле пересохло мы сейчас будем вот такую вот интересную новость обсуждать я буду так банда привет общий канал рано или поздно станет чем-то персональным да для меня вообще всегда эта концепция вообще казалась какой-то какой-то дикой но если это не стримит там муж с женой разве что да и то муж с женой могут развестись да и как канал потом делить ой не знаю да эта концепция стримов да где два стримера заполняют эфир она мне вообще кажется какой-то некорректной то есть у тех же дисгастингов у них ну все равно есть какой-то вот костяк какой-то фронтмен да который как бы который определяет вот что будет то есть это не просто два разных человека там со своим видением хотя интересно было бы посмотреть да какую-то какую-то команду стримеров которые вместе работают над одним каналом именно стримеров да интересно так ребят мы переходим к следующему блоку и это обсуждение новостей из игровой индустрии здесь тоже я взял несколько тем первая тема дрюк арпишин об уходе из байвер мы перестали делать то что нам нравится ой на самом деле для меня довольно такая тоже острая и больная тема потому что я вы не представляете я я я огромный фанат вот этих игрушек от байвер правда то есть вселенная масс-эффект я величайший просто вообще фанат ради первой части я покупал иксбокс то есть когда иксбокса не было у меня и первые полгода масс-эффект был эксклюзивом иксбокс 360 но настолько вот эта игра я ее ждал настолько она меня захватила кстати я помню игромания тогда сделала просто вообще наверное то что стало последней каплей вот в решении о покупке они сделали вот тоже очень классный видос по масс-эффекту и прям конечно ну и я я ни разу не пожалел первый масс-эффект великий великий с тех пор помню как я вот в комнате сидел и смотрел за финальными титрами масс-эффекта первого просто событие Dragon Age величайший я помню я даже вот блин я до сих пор даже запомнил когда я и как в это играл это был первый курс института моего я прям помню как вот я прихожу в комнату домой к себе в пятницу после всех пар ну на первом курсе немножко всем студентам тяжело да то есть такая новая атмосфера новая вообще концепция вуз как-то нужно перестроиться вот я тоже устал там после этой учебной недели тяжелой и вот я пришел в пятницу рано у меня впереди у меня нет домашки это начало года и у меня впереди там вся пятница и все выходные и у меня есть Dragon Age Origins и я начинаю играть в Dragon Age Origins то есть я прям это запомнил тоже вот эти ощущения короче я огромный фанат а добрый вечер отчетный выпуск твоего шоу в прошлый раз мне дико зашло спасибо мистер Малдор спасибо заскакивай к нам почаще спасибо да да но выпуск шоу но вообще ребят я с вами поделюсь планами я планирую точно вот такое устраивать трижды в неделю а еще остальные стримерские дни ну либо плюс еще одно такое шоу либо может быть какой-то еще другой формат придумать посмотрим возможно на самом деле есть такой абсолютно простой формат то есть мой формат вот этот он ну чуть-чуть сложнее там обычного стрима потому что я заранее готовлю темы я такой я такие готовлю шоу-ноуты вот заранее немножко вообще думая о чем я буду говорить это редкость на стримах на самом деле а не часто нет почему мне кажется нормально на самом деле новостей генерируется довольно много и в сфере стриминга и в сфере игр вот стримеров разбирать можно до бесконечности так что думаю нормально думаю что исчерпает себя формат ближайшее время другая любимая игра за все время у меня тоже одна из точно киберспорт слушай ну киберспорт я в него залазить сильно не хочу это эта тема меня отчасти интересует да киберспорт я сам лично слежу за одним киберспортом за дотой 2 и она вот меня интересует как киберспорт то есть я прям там на важных турнирах я прям сижу болею это мне прям удовольствие приносит другие киберспорты мне неинтересны я раньше был огромным фанатом Starcraft 2 киберспорта вот эти все наши СНГшные звезды вообще были там кумирами эти Вайтра Касс Стрелок Димага потрясающий там как его звали как звали этого русского терана крутого браток браток я вспомнил блин короче да вот Starcraft киберспорт не 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 хэппи хэппи я кстати никогда особо что-то не любил хотя микрилон конечно знатно да вот короче я любил очень Starcraft просто безумно любил и вот ну сейчас Starcraft как бы уже давно сдал да и игра как бы не развивается вот сейчас я за дотой слежу в плане киберспорта но как-то прям отдельным разделом отдельным блоком киберспорт добавлять наверное не буду я в нем не то чтобы так сильно разбираюсь да и я не думаю что про дотку что-то народ будет как-то особо слушать вот может быть как-то будет вкрапляться киберспорт к нам в новости Mornwood любит новости но на самом деле у меня все-таки больше упор пока у меня в шоу идет именно на стриминг потому что ну лично мне кажется это таким довольно актуальным и свободной опять же нишей потому что ну игровые новости их постоянно обсуждают а вот стримеров не анализирует никто Крапишн уже уходил из Байвер а вот тут написано да что он дважды уходил из Байвер да он дважды успел уйти видимо один раз его уговорили все-таки вернуться ну вот в общем он в своем блоге прокомментировал развитие карьеры он работал в ней 20 лет кстати мощно мощно начало работать все было свежо и увлекательно это была работа мечты талантливые люди вместе занимались созданием эпических игр однако по мере того как мы росли и становились более успешными все менялось мы стали более корпоративными мы перестали делать то что нам нравится наши команды были вынуждены создавать игры основные на исследованиях рынка а не наших творческих инстинктах и увлечениях моя работа мечты стала просто работой я потерял тот энтузиазм и волнение что у меня когда-то были ну надо всегда делать скидку наверное на какое-то профессиональное выгорание да я думаю от любой работы устать можно да даже от любимой работы все-таки ребят 20 лет это до хрена я думаю что ни один из моих зрителей я в том числе не имеет стажа в 20 лет работы то есть нам немножко все равно этого пока еще не понять каково работать вот в одной индустрии 20 лет 20 лет это конечно огромная вообще жизнь да то есть ну чувак банально мог и просто перегореть и устать то есть я бы на это тоже делал скидку киберспорта хотят внести в ряд олимпийских игр кстати я считаю что да я считаю что киберспорт заслуживает быть в числе олимпийских игр в числе олимпийских видов спорта точнее потому что ну по сути здесь спортсмены соревнуются не там в силе мускул да а в силе каких-то своих вот механических отточенных навыков командной работы то есть есть же там автоспорт да хотя в автоспорте но тоже водитель гонщик он тоже он как бы не мускулами работает он работает мастерством владения вот инструмента да автомобиля у киберспортсменов что-то похоже почему бы в этом не соревноваться так появились эффективные менеджеры в биовер да да если жизнь это работа у меня большой стаж да так ребят мне нужен глоток фрута няни простите так по поводу этих мыслей длю карпишина давайте да дочитаем до конца этого новость и вот он пишет о том что кстати опять же блин на самом деле я бы это все тоже отнес отчасти к маркетингу вот немножко снять эти розовые очки тогда и посмотреть чуть-чуть вглубь посмотреть что кому выгодно ну как бы ему выгодно сейчас говорить о том что вот у нас значит дух старой школы мы сейчас делаем просто трушную игру архитайп ребята тут будет все как надо тут у нас лучшие люди все работали там над лучшими байверовскими играми то есть опять же ну немножко нужно смотреть на то что ну так говорить так высказываться это и выгодно тоже да это вот вот об этом дтф написал об этом еще много кто написал немножко осведомленность об этой игре об этой студии выросла но в целом там мысль наверное у него такая правильная и толковая вкус сок детский яблоко и персик мысль мысль его правильная наверное об этом очень прикольно говорил Стив Джобс была интервьюшка со Стив Джобсом и он там очень классные мысли высказывал умный конечно чувак но здесь конкретно ролик говорит о том что Стив Джобс предрекает провал и неудачи Apple вот здесь не знаю я наверное вам не буду тут нету субтитров этих русских но он здесь говорит о том что когда ты монополист на рынке то чтобы развиваться дальше компаний уже не нужно делать охрененный продукт да то есть раньше вот у истоков да вот этих больших компаний стояли люди которые топили за продукт которые болели за продукт за его качество за идею и с помощью вот этого ну своего энтузиазма и таланта и навыков и вот этого ремесленного мастерства они делали охрененный продукт который который помогал многим людям да вот они завоевывали доминирующие позиции на рынке а когда они завоевали чтобы развиваться дальше уже не нужно делать охрененный продукт уже нужно как бы расширяться дальше вширь то есть здесь приходят ко власти люди которые занимаются маркетингом и продажами и у этих людей у них нету понимания того как сделать крутой продукт то есть вот эти люди они ну соответственно уже их решение как бы больше влияют на успех компании соответственно в конце концов они становятся руководителями этих компаний вот вот эти люди из продаж из маркетинга и у них нету видения у них нету понимания того каким должен быть продукт и каким должно быть ну вот это они не владеют вот этим ремеслом создания этого крутого продукта и в итоге вот они теряют теряют этот свой свой путь Джобс это человек из продаж и маркетинга слушай ну я честно в его биографии особо не копал но в любом случае в Apple он выступил ну именно как бизионер насколько я понимаю хотя да хотя опять же там есть какие-то эти терки о том кто-то что-то у кого-то там украл но в принципе мне кажется мысль-то довольно правильная вот здесь он в пример приводил Xerox и IBM я обратил на это внимание когда вот эту речь вспоминали в разрезе Blizzard как-то вот это тогда было близко и в принципе отчасти правда и как-то это и правда резонирует мне кажется мне кажется с Blizzard то есть тоже раньше вот сидел Мармархейм хреначили хреначили офигенные продукты стали монополистами да то есть ну Blizzard реально стали таким знаковым разработчиком но потом немножко путь потеряли но особенно это видно вот сейчас это это раньше было видно не так сильно но блин вот последнее последнее время Blizzard стало модно хейтить стало кстати и BioWare тоже на то пошло немножко грустно да мне от этого я чертовски любил эти все эти все игры я не знаю я привык мыслить позитивно я как бы в себе теплю надежду что что-то у этих ребят еще получится классное опять же блин их вот последние годы их так сильно блин пинают их так сильно макают вообще все да и Андромеду и Антем и там последние аддоны Вова и Рефордж там и Диабл и Мортал и все на свете ну может они все таки увидят вот кстати почему Тесла и Спейс Икс на слуху всех достаточно успешны потому что и Маск сам инженер да возможно да инженер изначально возился совсем Стив Возник пока Джобс продавал но просто насколько я знаю ну Джобс он тоже оказывал какое-то большое влияние вот на продукт то есть он не только занимался его продажей позитивно позитивная мысль варкрафт рефандед невозможно да возможно да я вообще я я изначально варкрафт рефандед не ждал блин уже уже говоришь рефандед я его не ждал потому что мне визуальный стиль не нравился я считаю что они с визуальным стилем вообще пошли не туда у близзард есть отличный пример визуального стиля современного варкрафта это карты в ход вот серьезно я считаю что варкрафт рефордж должен выглядеть блин вот так ну серьезно он должен выглядеть вот так где где скрины где где карта вот вот так должен выглядеть варкрафт рефордж то есть мило мяшно прянично такие пухленькие строения они пошли вообще куда-то не туда какие-то там сверх детализированы эти модельки какие-то они все там с более реалистичными пропорциями зачем это это вообще не нужно вот вот таким вот в изометрии должен выглядеть варкрафт рефордж просто просто здесь ну здесь конкретно тут все про ирель да но здесь есть вот элементы вот я говорю про элементы окружения элементы ландшафта рефордж он должен выглядеть блин так ну блин в моем понимании это реально это это очень прикольный стиль и он сочетается он вообще он резонирует со стилем варкрафта третьего который тоже был такой комичный такой был простецкий ну вот посмотрите на эту красоту посмотрите вот на это вот все красиво все мультяшненько все няшненько согласен почему ты не менеджер близов да да ну то есть блин у них у них как бы даже вот ассеты ну как бы есть ну почему ну почему вот не так вот блин ну вот вот как бы там вот прям каменный гигант вот он такой вот посмотрите вот эти футмены вот так футмены выглядят обычные да то есть где ну ладно это просто моя такая это это просто моя боль я я ее немножко так выразил тут еще каких-то примеров я наверное быстро не найду ну вот 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 каменный гигант ну вот посмотрите как классно ну правда вот эти затенения все то есть такой современный прикольный мультяшный это боль всех игроков да нет я знаешь я слышал часто что наоборот что как-то вот игроки оправдывают этот визуальный стиль говорят что да ладно как бы нормально они как-то вот зачем-то форсят эту детализацию я вообще этого слабо понимаю когда изометрические игрушки зачем-то показывают рекламируют ну вот от второго лица вот не знаю как описать то есть как вот ну или от третьего лица как вот короче это изометрия она там задизайнена чтобы ты на нее сверху смотрел а ее там во всех промо показывают вот тебе вот так вот в лоб это у многих такой игрушек есть то есть ну да это круто выглядит вот знаете показывают этого Warcraft 3 он прокручивается и такой крутой хайрез этот из Warcraft Reforged нафиг это надо вот как надо ладно проехали визуалка самая меньшая проблема для меня это самое до выхода всяком случае Reforged для меня это все для меня это вот прям отворот поворот все там нет такой визуалки там есть визуалка вообще очень странная и до свидания короче как как ни крути всегда разговор будет про Blizzard да я вижу сообщение в духе в 2003 году игра выглядела лучше не ну я встречал то что как бы люди говорят да нормальный как бы дизайн а мне вот он вообще никак ладно ладно поговорили об этом пойдемте дальше следующая следующая наша интересная рубрика не рубрика точнее а новость выглядит следующим образом с ними появилась новая функция которая позволяет выбрать тебе игру для прохождения то есть с помощью нее ты сможешь разгребать свою огроменную библиотеку и наконец-то немножко сможешь чистить весь этот бэклог своих вот этих старых игрушек ну чистить в смысле закрывать да вот эти гештальты сможешь отыгрывать то есть по словам Steam такая функция пригодится когда в библиотеке куча незапущенных игр а пользователи не знают во что поиграть проблему людей да в основе во что сыграть лежит технология интерактивного советника отображающего до трех приложений предложений то есть тут совет короче Steam тебе будет говорить советовать во что поиграть на основе того во что ты уже играл короче да это прям проблемы проблемы белых людей да проблемы Steam который сознает что люди накупили на распродажах и в итоге в итоге не играют на стадии эксперимента не лейте если некоторые сравнения будут неточными и на самом деле в разрезе этого я хочу поднять тему есть интересный калькулятор Steam в котором вы можете вычислить сколько вы потратили вообще на Steam денег и сколько и сколько вы сколько вы вообще наиграли вот мои статистики кстати я вообще старичок у меня видите у меня стаж стимовский 13 лет давайте я кстати дам эту ссылочку в чат твича можете заглянуть и себя пробить скажем так по Steam по вот этим данным это же сколько должно быть игры в библиотеке чтобы возникала такая проблема да слушай у меня тоже много неигранных в Steam игр вот и можно посмотреть вообще проанализировать свой Steam аккаунт посмотреть что вообще у тебя там есть короче мой аккаунт стоит по минимуму это 20 тысяч если взять цены игр сегодня то он стоит 100 тысяч так окей вот вот смотрите прикольный параметр вот о чем я говорил я поиграл в 214 из 273 своих игр то есть я 22% своих игр не играл как то как то вот звучит не очень корректно да то есть как то что их то покупал деньги тратил так поддержать разработчика вот кстати очень прикольная статистика средняя цена за час 100 162 рублей прикольно всего наиграно все наиграно 12000 часов ну да у меня аккаунт старенький если я не ошибаюсь то я свой аккаунт создал когда выходил Orange Box помните когда выходил блин это такое потрясающее было предложение вы вспомните ты покупал Orange Box и туда входил портал Team Fortress 2 величайший и Half-Life по-моему эпизод 1 вот это было предложение да когда Valve еще делали игры круто 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 было кстати дата Half-Life Alex уже известна 23 марта полтора месяца до новой игры по Half-Life от Valve как-то даже в голове немножко не укладывается да это VR скорее всего большинство из нас посмотрит это на ютюбе или у стримеров хотя на самом деле ну мне было бы любопытно в это сыграть а сколько стоит час игры да слушай я не знаю мне кажется это ну это видимо они разделили стоимость аккаунта на то сколько я наиграл часов ну такая интересная статистика трой портал одна из лучших игр всех времен трой портал отличный да да кооп ну там самое крутое это кооп конечно вот эти два роботика головоломки вместе шикарно ну короче как-то так я ребят скинул в чат ссылку кому интересно посмотреть причем они интересно они видите они классно сделали тут вот эта кнопка она звучит как вот разочаруйся в своей жизни короче вот то есть ты калькулируешь вот именно это там тут другой какой-то юзер выскочил то есть ты можешь посчитать ценность своего steam аккаунта как-то так как-то так ну вот такая есть проблема и вот такой появился советчик не знаю ребят как вы вообще боретесь вот с тем что игр много поиграть не во что у меня проблема возникла с тем что очень много игр стали делать open world а я немножко перегорел от open world и я просто в них не могу играть как-то в них сильно много времени нужно вкладывать а сильно много времени вкладывать в сингл игру немножечко вот как-то не по мне то есть серьезно я вот очень утомляюсь от open world и это какой-то апогей этого всего это какой-то не помню то ли 14 то ли 16 год почти все там большие triple игрушки были open world вот вот эти вот эти все пошли red redemption ведьмак spider-man последний batman и последние assassin's creed и последние я вот все хочу там в одиссею поиграть но это блин это опять огромнейший open world вот серьезно почти все большие триплей это open world и есть еще такой подраздел open world это вот эти metroid двойни где нужно бегать назад вот этот бэктрекинг голимый который я тоже ненавижу который я еле дотошнил в год оф вори еле дотошнил в джедей полин ордер когда нужно возвращаться на тот же уровень обратно тоже у меня это психологически заложено я даже когда по улице иду ну короче если я пошел в магазин одной дорогой то я обратно хочу пойти другой дорогой вот я не люблю вот как-то по одной и той же дороге ходить подряд мне это как-то психологически утомляет не знаю у кого-то есть еще такое а вот этим в играх заниматься это вот это выше моих сил реально то есть open world они много времени в себя требуют и там довольно много вот этих гриндовых моментов а вот бэктрекинг на психологическом уровне раздражает первый фейбл первый фейбл помню хотя я переигрывал в первый фейбл и он спустя время мне не очень понравился то есть был ремастер фейбла я его перепрошел и он меня вот вообще не торкнул хотя я тоже вот воспоминания с детства вообще потрясающие были о фейбле не знаю давайте следующий блок следующий следующая новость она тоже звучит интересно любопытно более что я слежу за этой студией довольно активно и люблю очень люблю игры этой студии причем все квантик дрим будет издавать свои и чужие игры то есть они становятся становятся издателем у них открывается внутреннее издательство и они займутся сам издатом то есть не под патронажем сони как раньше своими силами все будут делать интересная новость на самом деле непонятно что из этого выйдет я конечно вообще желаю большой удачи им потому что ну в первую очередь я переживаю за их игры потому что все игрушки квантик дрим я люблю прям вообще все без исключения там с фаренгейта до детройта мне все эти очень нравятся игры я как-то вот никогда не был вот этим чуваком который говорит про мыльное кинцо как-то мне наоборот всегда это нравилось вот такой интерактивный формат и формат развилок что они сделают без вот огромных там денег сони своими силами интересно даже очень любопытно потому что разработчики антилдон они вместе с сони вот сделали антилдон который в принципе неплохой он хуже чем квантик дрим игрушки но антилдон неплохой а сами по себе отдельно они сделали уже намного более простенький мэнов мэдом там где группа подростков попадается там пиратам вот то есть как-то как по мне немножко упал масштаб упало качество вот как бы с контик дрим такое не случилось они будут еще издавать они будут издавать игры не знаю народ народ начал предполагать то что они будут издавать такие же игры как они сами разрабатывали ну то есть какие-то вот интерактивные фильмы мне кажется на самом деле что нет мне кажется что они будут на издание брать игрушки которые каким-то образом нравятся и вообще резонируют с видением лидов компании то есть это какой-то какие-то инди игрушки они будут издавать мне видится потому что это не так дорого как-то так как-то так опять же у них прикольный кейс кстати надо его сейчас прям открыть этот кейс они выпустили свои игрушки на epic game store блин если бы я знал что когда-то вот эти игрушки выйдут на pc то есть у меня вообще у меня даже в голове это не проворачивалось игрушки контик game на pc они настолько у меня плотно ассоциируются вообще с playstation с sony а сейчас они вышли здесь и возможно вполне что они будут издаваться хотя я думаю что они и на steam могут издаваться тоже хоть и steam забирает процент больший на самом деле ты еще должен стиму отвалить денег чтобы он твою игру вообще взял себе мало того что ты будешь ему процент еще отчислять еще зашел в epic game store сейчас там идет не только распродажа игрушек под 14 февраля там к тому же раздают по-моему сейчас kingdom come deliverance прикольно прикольно это не самая наверное большая их такая игра так ребят ну на сегодня на самом деле по новостям в принципе все как-то так у меня оба раза подряд получилось по два с половиной часа провести вот такой подкастный формат то есть мы все-таки большую часть времени уделяем стримам но какое-то время уделяем и новостям стриминга и играм обязательно обязательно пишите и давайте мне ваш фидбэк по поводу того что вам понравилось в стриме что нет чего побольше чего поменьше чего улучшить вот с прошлого стрима музычку добавили уже стало лучше уже стало бодрее спасибо спасибо за отличную идею спасибо что приходите я правда это очень ценю более что вот ну сейчас я взялся за какой-то вообще новый для себя формат я вижу да что какие-то старички там какие-то люди отписываются то есть я перестал стримить игрушки пошел вот такую другую немножко стезю но надо сказать что она мне интересна я планирую по три таких шоу минимум в неделю и добивать еще стримы недельные буду еще чем-то то есть у меня есть мысль о таком о самом таком простеньком формате такого шоу с обсуждением новостей как сейчас но без отбора тем вот но возможно что ничего придумаю на самом деле я думаю что игры совсем у меня из стриминга не пропадут но опять же мне хочется вот в этой стезе сейчас развиваться на самом деле вот так вот вести трансляцию активно реально с вами общаясь и вот задвигая какие-то свои мысли это тоже непросто и этим этому тоже хочется научиться то есть игры стримить довольно просто серьезно то есть ты запускаешь и вот как бы реагируешь на то вот что тебе игра дает а вот здесь ты должен вести дискуссию сам да это как бы довольно интересно раз в неделю игровой стрим но я об этом подумаю на самом деле то есть может быть наоборот может быть какой-то еще интересный придумать спешл выпуск очень хочу приглашать гостей и я этим займусь я думаю что это тоже даст какой-то определенный каналу рост ну и это реально интересно и еще я буду следовать своему же совету я буду немножко прокачивать ютюбчик да буду закидывать эти ютюбчик ролики там в дискорд в акашку так что если видите их тоже обязательно заходите лайкайте это все тоже поможет спасибо ребят спасибо что пришли я вам всем всегда безумно благодарен до новых встреч до новых встреч до новых встреч Субтитры подогнал «Симон»